всем привет сейчас распакуем посылочку с алиэкспресс который находится смартфончик meizu m2 или просто м2 mini как некоторые называют смартфончик ждал ну довольно долго сказал по сравнению с остальными потому что продавец не долго морочил голову заказался он еще когда на этот смартфон был предзаказ потом продавец сказал что с 4 августа должны начаться отправки после 4 августа отправка так и не состоялась я связался с продавцом узнать чем причина в чем проблема он говорит вы заказывали серый а у нас сейчас только есть белый если хотите отправим вам белый я говорю хорошо поговорил с заказчиком поговорил с заказчиком говорит да ладно уже пускай будет белый только пускай отправляет ну потом у нас получилась проблема с языком он говорит ну в белых уже нет русского языка как должен был бы все о чем мы договаривались изначально я связываю заказчиком заказчиком заказчику ладно уже пускай же будет русского языка уже ладно уже с этим продавцом окей хорошо то есть мы уже вроде договорились он все равно продавец даже после этого довольно таки долго отправлял вот пришлось немножко на него понаезжать и и наконец-то посылочку уехала и вот она уже у меня наконец-то так смотрим что у нас есть внутри здесь здесь судя по всему подарочки переходничок micro usb ну и стилус который никому не нужен мне кажется так аккуратненько разрезать открыть там так что я не вижу где здесь она здесь вот она вот ссылочку на просто я положу под видео покупать конечно же не буду рекомендовать у него но вы себе смотрите сами интересно конечно что нам таки пришло так вот такая малюсенькая коробочка самом деле малюсенькая после м2 ноут она вообще такая просто микро коробочка коробочка открывалась так что у нас здесь есть у нас здесь есть все это да там поддержка fdd виседимы отлично все супер круто вот ладно открываем смотрим так вот наш смартфончик все точно такой же как в м2 ноуте только немножко меньше уменьшенного варианта зарядочка точно такая же нет чуть поменьше 1 и 2 ампера то есть не 2 ампера 1 2 ампера всего зарядочка у нас всего тока так скрепочка такая же все такое же давайте достаем смартфончик и смотреть что у нас тут есть так кабельочек смартфончик короче продавец вообще просто просто я не знаю заказывали изначально серый потом сказал серых нету сказал что есть там будет есть белый хорошо пускай будет белый пришел серый ну и продавец протирал так видно да не знаю чем он протирал надеюсь что не своими слюнями сейчас я возьму тряпочку протереть ой китайцы хорошенько посмотреть все у нас тут было хорошо ладно пробуем включить заводим аппарат и не заводим может сразу симку вставим выключайся выключайся ладно уже включился явно здесь стоит прошивочка 4g скорее всего под китайский оператор но судя по вот этой вот лейбочке точнее лейбочке вот это вот лого гитайский оператор так смотрим что у нас тут есть лайм там 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 загружается лайм загрузился google player только что заметил а продавец ее он просто поставил google play который скорее всего не будет работать хотя хотя проверим так такая же сенсорная механическая кнопочка как на мизу м2 ноут настройки что у нас там по версии флайм троп-троп-троп-троп-троп-элл окей так версия флайм у нас какая 453 до 453 уже русского языка уже уже не должно было бы быть language ну да понятное дело что русского языка у нас уже нету то есть нет у нас русского языка ну чем отличается м2 просто либо м2 mini от м2 ноут тем что у него четырехъядерный процессор оперативочка у него также 2 гигабайта ну и внутренний накопитель у него в принципе также также по моему storage 16 гигабайт да это 16 гигабайт версия да в этом плане да ну экранчик у него 5 дюймов а не 5.5 как по мизу м2 ноут по камере по камере камера здесь 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 я не помню так это у нас видео фото ларч я честно говоря не помню просто что у нас там по камере так смотрим какая у нас фоточка вышла окей ну это правда очень близко было ну мне интересная информация то есть 4192 сколько это мегапикселей апертура 2.2 еще надо будет протестить проверить как у него как у него с камерой получше ли же чем чем в м2 ноут или же точно так же ну по первым впечатлениям что скажу сразу отмечу то что лоток лоток нормально здесь стоит практически он не выпирает из корпуса как у м1 ноут и как у м2 ноут это мы тоже снимем оно нам пока что тоже не нужно вот что здесь еще могу отметить смартфон приятно приятно лежит в руке удобно лежит в руке потому что ну реально очень небольшой то есть по сравнению по сравнению с 5.7 дюймовым монстром да разница как бы есть то есть пятерочка 5.7 дюймов но 5.5 фактически по размерам такие же как этот вот 5.7 ну грубо говоря считаем 5.7 вот по материалам точно такая же крышечка по сути как у м2 ноут то что мне было серая матовый пластик не глянцевый это однозначно плюс по экранчику по яркости минус неплохой минус плюс тоже тоже очень даже таки неплохой все остальное это будем тестить проверять уже в детальном полном обзоре затестим и ну и покажу что как почему и зачем ну и конечно если я найду какие нибудь недостатки конечно же я не скажу ну и о плюсах аналогично расскажу что я думаю о этом устройстве да давайте еще посмотрим фронталочку фронталочка хорошая фронталочка хорошая фронталочка цвета хорошие работает быстро не подтормаживает однозначно плюс ну все в общем на этом распаковочку мы закончим это у нас распаковка это не полный обзор полный обзор будет немножко позже на канале после детального и тщательного тестирования и изучения этого устройства и после которого то мы конечно же проверим и узнаем что там как и почему я вам расскажу что я думаю об этом смартфончике вот на этом я тогда видео закончу ссылку на продавца у которого я не рекомендую покупать я положу под видео зайдите посмотрите ну и запомните как говорится его в лицо кто не подписан на канал обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить полный обзор также если видео понравилось то пишите вот так вот внизу точнее позитивно оценивайте под видео пишите свои комментарии задавайте вопросы по поводу этого устройства что вы хотите узнать о нем чтобы я протестировал в обзоре и показал по возможности это также в обзоре не забывайте про мой инстаграм посещайте мой сайт и вступайте в группу вконтакте всем большое спасибо за внимание пока пока